А здесь постоянно идет подпитка, понимаете, во всех. Вот ректор Ильша Травкаевич, он всегда на планерках спрашивает на этих, хватает ли вакцина, привезли ли, заказали ли, есть ли запас его, ну запас может нельзя держать там и так далее, то есть чтобы все шло в потоке. Вот так с улыбкой на лице, но все еще с нескрываемыми нотками тревоги описывает свое состояние бывший пациент ковидного госпиталя Казанского федерального университета. Известная фраза «врачи боролись за жизнь и здоровье» может пониматься буквально. Несколько дней чистого кислорода, лечение разными препаратами, постепенное улучшение состояния и страх за свою жизнь. Вот стандартные стадии для всех, кто переболел ковид-19 в средней и тяжелой формах. В некоторых случаях, правда, требуется еще и ИВЛ. История большинства пациентов о попадании в госпиталь сходится. Не вакцинировался, был уверен, что справится иммунитет. Потом, когда появились признаки ОРВИ, лечился дома. Был уверен, что это не оно. Ну а дальше, дальше было только хуже. Ну что меня поразило? Обычно же ведь в больницах народу много. И положили там, расписали. Потом кто-то пришел из врачей, кто-то там вовремя, кто-то не вовремя. А здесь система. Вот она мне, что мне все это понравилось, просто настолько организована. И там такая, вот без натяжки могу сказать, это команда. Сам госпиталь на базе университетской клиники заработал чуть больше года назад. Первые пациенты заняли койки в октябре 2020-го. И если вы понимаете под госпиталем несколько палат, где 10-15 человек лежат, отделенные друг от друга занавеской из простыней на жестких кушетках, то глубоко заблуждаетесь. Во-первых, реальная вместимость в госпитале 80 человек, которую при необходимости можно увеличить до 110 без потери комфорта пациентов. Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, мониторы с показанием сатурации кислорода в крови, ЭКГ, давление и многое другое. Все это электронное оборудование способно круглосуточно отслеживать и поддерживать состояние пациента. А в случае не штатной ситуации, а повестить медицинский персонал о ней. В течение всего дня, находясь здесь непосредственно в красной зоне, происходит непрерывное мониторирование за состоянием всех пациентов. Количество именно тяжелых пациентов, удельный вес этих тяжелых пациентов стал значительно больше по сравнению даже с тем, что было год назад, когда мы открывались. Большинство этих молодых людей и девушек, скрывающихся под несколькими слоями защитных костюмов, медицинский персонал униклиники и ординаторы Казанского федерального университета, которые геройски вызвались помочь в борьбе с коварной инфекцией. Вся работа большого ковидного госпиталя Казанского университета стала возможна благодаря решению ректора Ильшата Гафурова, который в 2020-м отметил сложную эпидемиологическую ситуацию и необходимость создания такого подразделения на базе униклиники. При этом часть средств на зарплату работников госпиталя была распределена с бюджета университета, а в первое время, пока не было определено финансирование из федерального бюджета, все 100% расходов легли на плечи вуза. Это и медикаменты, и зарплата работников, и даже банальные коммунальные расходы. По просьбе руководства республики, премьер-министра и министра здравоохранения, этот госпиталь был достаточно быстро развернут на площадке нашего терапевтического корпуса по адресу Шмидта, и вчера мы начали первый прием пациентов. Работа госпиталя ни на один день не прекращалась из-за нехватки чего-либо. Кислород, медикаменты, средства индивидуальной защиты и регулярные выплаты медикам – далеко не полный список того, с чем в теории могли возникнуть проблемы. Однако все это было доступно весь срок работы госпиталя. Сегодня униклиника в целом и ковидный госпиталь в частности остаются важным звеном в оказании медицинской помощи жителям Казани и республики. Несмотря на то, что показатели заболеваемости идут на спад, до спокойных постковидных времен еще необходимо дожить. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok